Позитронная эмиссионная томография Позитронная эмиссионная томография Позитронная эмиссионная томография Позитронная эмиссионная томография Я абсолютно согласна с предыдущим докладчиком, что ПЭЦ с тордозоксиглюкозой не является абсолютным стопроцентным методом оценки эффективности лечения, потому что, как уже сказал предыдущий докладчик, лимфома Хорчкина, в общем-то, это и воспалительное заболевание. А поскольку это воспалительное заболевание, то присутствуют клеточные элементы воспаления, и все клеточные элементы воспаления с большой активностью накапливают тордозоксиглюкозу, равно как и опухолевые клетки. Поэтому дифференцировать клетки опухолевые и клетки воспалительные не представляется возможность. Но, тем не менее, тордозоксиглюкоза является основным радиофармпрепаратом в онкологии. Она хорошо изучена, очень доступный синтез, очень, скажем так, относительно дешевый синтез этого радиофармпрепарата. Возможно, его передача в ПЭТ-отделения, которые не оснащены циклотронно-радиохимическим комплексом. Поэтому так исторически сложилось, что тордозоксиглюкоза стала основным радиофармпрепаратом, который накапливается в большинстве опухолей. Высокий захват тордозоксиглюкозы ассоциируется с плохим прогнозом, если мы говорим о солидных опухолях, например, о раке легкого. Тем не менее, метаболический ответ, а именно снижение накопления радиофармпрепарата в ходе лечения опухолевых заболеваний является хорошим прогностическим маркером. В первую очередь, я бы хотела сказать, что при различных видах лимфопролиферативных заболеваний мы сталкиваемся с разным уровнем захвата в тордозоксиглюкозы. Поэтому следует помнить, что ПЭТ-КТ надо назначать исключительно пациентам с лимфомой Ходжкина, всегда характеризуется высоким захватом РФП. При агрессивных неходжкинских лимфомах, таких как ДБККЛ, первичная медиастинальная лимфома, лимфома из клеток мантии, надальная лимфома, маргинальная зона, повторюсь, это обязательно должна быть лимфома с поражением лимфатических узлов, ангиоиммунобластная, анапластическая лимфома Бёркета, НКТ-клеточная лимфома и фолликулярная лимфома Грейт-3. Грейт-2, Грейт-1, как правило, мы видим небольшое, как облачко накопление радиофармпрепарата в проекции пораженных лимфатических узлов. Есть лимфомы, которые слабо накапливают радиофармпрепарат, поэтому не назначать ПЭТ-исследование пациентам с индолентными лимфомами, кожными проявлениями лимфом, кроме паникулоподобной Т-клеточной лимфомы, мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы, маргинальной зоны с поражением селезенки и мальт-лимфомы. Есть также активно накапливающие в торт из окси глюкозы лимфомы с экстронодальным поражением. Чаще всего это ДБККЛ и лимфомы маргинальной зоны, а именно это головной мозг, сердце, я сталкивалась достаточно часто с лимфопролитеративным заболеванием с поражением миокарда, это нота ротоглотка, желудочно-кишечный тракт, ДБККЛ, яички и яичники, почки. Данный слайд демонстрирует различные шкалы оценки эффективности лечения при солидных опухолях и лимфопролитеративных заболеваниях. В черных прямоугольниках показаны шкалы оценки эффективности лечения заболеваний с помощью ПЭТ-КТ. Когда следует выполнять ПЭТ-КТ, если мы говорим о лимфопролитеративных заболеваниях? Обязательно до начала лечения, потому что очень часто в своей практике к нам сталкиваемся с тем, что приходит пациент, у него уже химиотерапия прошли два цикла, тем не менее ПЭТ до начала исследования не выполнен. В процессе лечения от нас просят давиль. Откуда мы можем знать, какой давиль, если... Ну, в принципе, можем предполагать, но мы не знаем, насколько изначально был высокий захват тортозокси глюкозы. Может, это была, скажем так, ПЭТ-негативность, ДГ-негативная лимфома. Поэтому, естественно, в процессе лечения тоже не будет наблюдаться захват тортозокси глюкозы. Поэтому, согласно рекомендациям по диагностике и лечению лимфомы Ходжкина 2020 года, это последняя рекомендация, обязательно выполнение на первичном этапе ПЭТ-КТ с тортозокси глюкозы. Причем зоны обследования, это либо все тело от макушки до пяток, либо от основания черепа до середины бедра. Все зависит от того, что нам скажет онколог. Мы все время опираемся на мнение онколога, ну или ПЭТ-МРТ. Какое оптимальное время выполнения ПЭТ-КТ у пациентов, получавших или получающих противоопухолевое лечение? Не раньше, чем через 10 дней после последнего приема химиопрепаратов. Это тоже обязательно, не после второго, а перед третьим циклом. Если мы говорим о лучевой терапии, не ранее, чем через 3 месяца после последнего сеанса облучения. И говоря опять же о ходжкинских лимфомах, мы применяем шкалу ДАВИЛЬ, а это качественный анализ результатов. И в качестве органов референтов мы используем правую долю печени, накопление препаратов в правой доле печени и в пуле крови над дугой аорты. Я не буду останавливаться на этом слайде, вы прекрасно его знаете. Вы прекрасно знаете, градации подавили. Тем не менее, 4-5 градация чем отличается? Больше физиологического накопления в печени, значительно больше. Это вроде бы эмоции. Но если говорить о цифре, то 5-я градация, это накопление в патологическом очаге радиофармпрепарата в 2-3 раза больше, чем в печени. И ПЭТ, извините, вернусь сейчас. ПЭТ негативным считается 1-2-3 градация, ПЭТ позитивным, 4-5 градация. Икс это новые очаги, которые не связаны с заболеванием. Скорее всего, это воспалительные очаги, связанные с той же пневмонией, с тем же инвазивным спергелезом, который наблюдается в ходе химиотерапии. Данный слайд демонстрирует, как мы видим, различные баллы по довель. Тоже останавливаться не буду. Хочу лишь показать о месте ПЭТ-КТ в оценке эффективности лечения. Этапы промежуточной оценки перед третьим курсом. Сразу перед третьим курсом. И обратите внимание, ПЭТ-КТ. Здесь нет КТ с контрастным усилением. Но я хочу сразу сказать, что КТ должна быть выполнена, компьютерная томография в диагностическом режиме. Чем страдают очень многие ПЭТ-центры? Описывают только ПЭТ, не описывая КТ. Ну, это вот, я хочу сказать, просто некая недоработка администрации. На самом деле, если мы выполняем ПЭТ-КТ, мы должны отлично выполнить и КТ-исследование, и описать его с размерами узлов, с указанием таргетных узлов, а также накопление в каждом узле, пока в СЮВ. Опять же, чем еще грешат иногда заключения? Я хочу отметить, что довель, он един. И мы ставим довель по максимальному накоплению, по узлу с максимальным накоплением, а не довель перед каждым узлом, потому что иначе это вызывает некий, ну, когнитивный диссонанс, наверное, онколога. Довель един. Максимальное накопление соответствует категории довель. Опять же, хочу отметить, что для того, чтобы выбрать правильную тактику лечения, безусловно, должна быть ориентировка на накопление по шкале довель. И вот критерии оценки 2014 года Лугана. Первая, вторая и третья градация по довель, независимо от отсутствия или наличия остаточного объема опухоли, свидетельствует о полном метаболическом ответе. 4,5 баллов по довель при промежуточном сканировании, при снижении накопления вторгезокси глюкозы по сравнительно с исходным уровнем, предполагает заболевание чувствительное к лечению. А по окончанию лечения обозначает метаболически активное заболевание. 4,5 баллов по довель при отсутствии динамики накопления вторгезокси глюкозы, отсутствие метаболического ответа, а увеличение накопления, прогрессирование заболевания. Ну и, конечно, появление новых очагов, связанных с патологией, является с лимфопролиферативным заболеванием, указывает на прогрессирование. Но появляются новые препараты, появляется иммунотерапия, и мы сталкиваемся с феноменом псевдопрогрессии, которое, конечно, нас поначалу сбивало с толком. Поэтому, что должен сделать врач-радиолог, прежде чем поставить либо прогрессирование заболевания, либо указать на псевдопрогрессию? Мы должны, в первую очередь, найти маркеры побочных экстратуморальных эффектов иммунотерапии. И что это может быть? Это может быть более высокое накопление в печени, в смысле в селезенке, извините, чем в печени. Более высокое накопление появляется в гипофизе, щитовидной железе, в желудочно-кишечном тракте, на отпочечниках легких сердца, как органах, которые могут поражаться аутоиммунным процессом. Кроме того, у пациентов мы наблюдаем саркоидоз, который может быть индуцирован препаратами, которые относятся к группе иммунопрепаратов. И появляются критерии оценки эффективности Лайрик, которые появились, это адаптация, классификация Лугана, и эти критерии появились для оценки эффективности иммунотерапии. Появляется так называемый неопределенный ответ, мы так и пишем, неопределенный ответ, который может заключаться либо в увеличении опухолевой массы общей, более чем на 50%, что произошло в первые 12 недель без клинического ухудшения. То есть мы должны обращать внимание не только на данные методов визуализации, но и на клинико-лабораторные показатели. Второе. Могут появиться новые поражения или увеличение более чем на 50% существующих поражений без увеличения общей опухолевой массы более чем на 50% в любой момент во время лечения. Если первые 12 недель, то это уже любой момент. И, наконец, повышение накопления в тортозокси глюкозы одним или несколькими очагами без какого-либо увеличения размеров очагов. Это тоже является неопределенным ответом, что делать. Мы пишем неопределенный ответ, что делать. Рекомендуется либо биопсия, морфологическое исследование лимфатического узла или при экстрандулярной лимфоме, соответственно, органа, где имеется поражение, или ПЭТ-КТ в течение 12 недель для подтверждения истинного прогрессирования заболеваний или псевдопрогрессии. И тут, наверное, доктор-онхолог должен набраться мужества, терпения для того, чтобы не бросить лечение. И, наконец, буквально несколько слов о новых критериях РИСИЛ. Пока еще в Российской Федерации, насколько я знаю, широко не применяется. Было много центрового исследования, выполнено порядка 50 тысяч ПЭТ-сканов и оценки. ПЭТ-КТ участвует в этой шкале оценки эффективности лечения. Но большее, конечно же, внимание уделяется компьютерной томографии. На что бы я вот хотела обратить внимание? Опять же, большее внимание уделяется не ПЭТ, а компьютерной томографии, динамике размеров патологических очагов и уменьшение суммы диаметров патологических очагов менее чем на 30% с нормализацией поглощения ФДГ не следует считать полным ответом, если не подтверждено отрицательной биопсией. Это как раз о том, что могут находиться опухолевые клетки, которые не обладают такой высокой метаболической активностью, и метаболическая активность исчезла в ходе лечения воспаления. И для учета потенциальной псевдопрогрессии следует использовать критерии иммунного ответа, требующие подтверждения прогрессирующего заболевания при двух последовательных сканировании с интервалом не менее 4 недель и включение новых измерений поражения в общую массу опухоли. Две минуты, буквально одна минута об экстратоморальных эффектах. Первое – возрождение тимуса. Тимус будет метаболически активным. Сразу после окончания химиотерапии тимус мы не видим, он будет возрождаться в течение первых 6 месяцев. И иногда неопытные врачи пишут о том, что прогрессирование, метаболически активная ткань, прогрессирование заболеваний – нет, это возрождение тимуса. И это возрождение тимуса может даже у взрослых наблюдаться в течение до 3 лет. Также экстратоморальным эффектом является активация гемопоэза в ответ на лечение грануцист-стимулирующим фактором или колоннестимулирующим фактором. И мы видим диффузное накопление радиофармпрепарата в костном мозге. Не надо сразу делать трепанбиопсию и говорить о том, что все это поражение костного мозга. Нет. Это нормальный ответ закономерный, который тоже может сохраняться в течение полугода. И перспективами, я считаю, развитие – это создание новых радиофармпрепаратов, более специфичных именно к опухолевой ткани. И, конечно, развитие радиомики, радиогеномики, создание программ постпроцессинговой обработки. Благодарю вас за ваше внимание.